Добрый день, дорогие ребята! В очередном уроке, который не входит в общий курс, а в раздел, где мы учимся делать конкретные игры, я покажу, как создается игра одного из жанров. Это игра-наряжалка или фэшн-гейм по-английски, которая, возможно, будет интересна только девчонкам, но, дорогие мальчишки, не торопитесь бросать смотреть это видео, потому что это целый жанр, который может быть использован для создания других игр с другой тематикой. О тематиках мы поговорим немного позже, а сейчас, возможно, кто-то из вас захочет сделать игру-наряжалку для своей сестренки или подружки. Но в процессе нашего общения я больше буду обращаться скорее к девчонкам. Уж не обижайтесь, пожалуйста, ребята. Делать нашу игру мы будем, будучи на сайте и используя помощь Scratch. Игра в фэшн-гейм является одним из базовых проектов Scratch, и поэтому мы обратимся к разделу «Помощь», в котором есть много интересных проектов под названием «Шаг за шагом». И сейчас мы научимся создавать не только игру, но и пользоваться этим разделом. Вот наша игра в фэшн-гейм. Мы ее выбираем, и сейчас будем следовать инструкциям. Тем, кто не знает английского языка, я буду помогать и одновременно попробую научить вас понимать, что здесь написано, либо что здесь показано. Итак, начнем. Первое, что лучше всего сделать, поскольку мы работаем на сайте, это ввести имя для нашего проекта. Ну, поскольку я говорю с вами по-русски, я его так и назову «Наряжалка». Можете придумать свое название «Модный дом», «Дом мод» или как-то еще, чтобы вам было интересно создавать свой проект. Он частично будет похож на тот, который мы будем рассматривать здесь в пошаговой инструкции, а частично вы сможете пофантазировать и придумать что-то свое. Итак, фэшн-гейм. Модная игра, да, фэшн – это мода, гейм – игра. И если вдруг вы очень захотите что-то перевести, то мы можем выделить текст. Вот я показываю. Просто зажимаем левую кнопочку мыши, выделяем этот текст, нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-C, ну, либо можно выбрать правую кнопочку «Копировать». И в другой вкладочке я открыла сайт онлайн-перевода, который называется «Google Translate». Вот сейчас я подвину «Translate Google.com». И здесь я ввожу Ctrl-V, нажимаю, вставляю те слова, которые я хочу перевести. Слева у меня выбран английский язык, справа русский, и я вижу перевод. Иногда перевод бывает очень хороший и удачный. В данном случае модная игра, игра-мод, можно по-разному перевести. А иногда перевод будет менее удачным, но вполне понятным. Так что мы не будем торопиться огорчаться, все у нас получится. Ну и посмотрим, что у нас здесь написано. Копирую, вставляю. И здесь уже мы видим перевод. Сделайте платье-платье, где вы выбираете персонажа и одежду. Понятно, что платье-платье – это игра-платье. Дресс-ап-гейм. Дресс-ап – это надеть платье, то есть одеться, наряжаться. Вот игра-наряжалка, в принципе. Но опять же не буду вдаваться в подробности перевода с английского на русский. Я вам показала, а в дальнейшем не буду так детально все это делать, для того, чтобы мы все-таки реализовали свой проект. Но еще раз повторю, кому интересно, используйте, пожалуйста, этот переводчик, и вы одновременно еще немножечко изучите английский язык. Итак, нам предлагают сделать эту игру, и здесь внизу есть некоторые инструкции по-русски. Если интересно, мы можем сразу выбрать, нажать плюсик «Список шагов», и здесь увидеть каждый шаг, их всего 9, но 9 поделиться проектом, поэтому, в принципе, у нас шагов немножко даже меньше. Чтобы начать, написано «Нажмите, чтобы начать». Нажимаем. Итак, у нас первый шаг, и этот первый шаг заключается в том, чтобы выбрать персонажа. Чтобы выбрать персонажа, у нас показано, нам нужно нажать вот на эту кнопочку, там, где выбран, можно выбрать новый спрайт, и из библиотеки мы находим персонажа Дэнни. Его мы и возьмем, но есть подсказочка, что можно выбрать раздел «Дресс-ап», раздел «Одевалка». Посмотрим, как это будет переведено у нас в скретче. Ну и есть небольшой совет, давайте все прочитаем. Если в своем проекте вы не хотите использовать кота, его можно удалить с помощью инструмента «Ножницы». И тоже показано, как выбрать инструмент «Ножницы». Вот смотрим анимацию, и кликаем мышкой, по коту его не будет сейчас. Итак, выполняем инструкции. Нажимаем на кнопку «Выбрать спрайт из библиотеки», и в библиотеке находим раздел, он так и называется «Одевалка», не наряжалка, а одевалка. И вот наш Дэнни. Выбираем его и нажимаем «Ок». Вот он у нас появился на сцене, поставим его сразу сюда. И как показано в совете, кота, еще раз покажу, мы с помощью ножниц удалим. Ну, кое-кто, скорее всего, это знает. Итак, первый шаг у нас готов. Идем дальше. Чтобы пойти дальше, нажимаем на кнопку «Некст», «Следующий». Итак, у нас следующий шаг. Нам нужно выбрать, выбрать что? Непонятно. Выбрать вид. Имеется в виду фон сцены. Вот у нас здесь подсказка тоже. Щелкнуть на иконку для того, чтобы открыть библиотеку фонов сцены. И здесь выбрано в качестве примера несколько каких-то фонов. Мы можем выбрать любой. В результате должно получиться что-то в этом роде. Итак, сначала мы выбираем фон сцены, потом разберемся с тем, что у нас здесь. Нажимаем на кнопку «Выбрать фон из библиотеки». И «Лист тайм». Видимо так. Ну, вот здесь у нас, допустим, «Рейс». Ну, я первый из тех, которые там показаны. Но, опять же, каждый может выбрать свой вариант. Возможно, этот не вполне удачный. Так, дальше. Дальше у нас показано, чтобы выбрать своего персонажа, точнее, вид своего персонажа, можно кликнуть по его иконке, вот здесь внизу, и выбрать раздел «Костюмы». У нас раздел «Костюмы» автоматически оказался выбранным, потому что мы добавляли фон сцены. Сейчас я закрою это окошко или, наверное, сделаю его так. И мы видим, что у нас есть несколько костюмов. Если кто-то хочет наряжать Дэнни, то есть мальчика, пожалуйста, если кто-то хочет наряжать девочку, тоже можно выбрать еще один Дэнни с новой прической. Ну и для того, чтобы было немножко интереснее, тут показано как-то, как красятся волосы. Вот сейчас возьму, покрасят волосы. Смотрим. Я тоже покажу, как это делается. Но для того, чтобы это получилось, мне придется закрыть это окошко. У нас это так называемая векторная графика. Сейчас я попробую сделать так, как там предложено. Если не получится, кое-что уточню. Но о том, что такое векторная графика, можно посмотреть в специальном уроке, где я объясняю вообще, как работать с графическим редактором. Ссылку на этот урок я под этим видео постараюсь не забыть разместить. Итак, там показано, что мы выбираем цвет, потом выбираем инструмент заливка. И вот мы можем, в принципе, покрасить волосы или какие-то другие детали нашего персонажа. Если это не получилось вдруг, то сейчас я покажу еще одну вещь. Если вдруг хочется сделать что-то еще, мы, когда выделяем этот объект, у нас есть кнопка «Разгруппировать». Вот когда мы разгруппируем, мы тогда можем с каждым отдельным элементом работать. Если это потребуется, можно сделать и так. Но, предположим, мы сделали так, как в примере. Пускай у нас будет девочка с голубыми волосами, почти мальвина. Развернем сцену, вернемся к нашему руководству. Этот шаг мы выполнили. Отлично. Поехали дальше. Next. Дальше нам предлагается написать, сказать hello, поздороваться. И, в принципе, скрипт здесь виден. Наверное, на моем видео не очень хорошо видно, но можно догадаться по цвету блоков и тем разделам, которые здесь выбираются. Давайте еще раз внимательно посмотрим. Вот сначала выбираются коричневые блоки, когда нажат пробел, а потом выбирается фиолетовый блок «Сказать» и говорить в течение двух секунд. Опять же, все здесь по-английски, но если присмотреться, все несложно найти, потому что все эти блоки находятся вверху. Ну что, попробуем. Ну или кто смел в английском, можно перейти на английский язык. Сейчас покажу, как. Мы нажимаем на глобус и здесь ищем English. English, вот English. Если у кого-то по-английски, но он хочет по-русски, просто я даже не зажимала левую кнопку мыши, навела ее на стрелочку. Пока говорила, все пролистнулось в самый низ, но просто потому, что здесь русский ближе к низу. Как кому нравится, с тем языком можно и работать. Кстати говоря, здесь есть и белорусский, и украинский. И много какие еще. Выбирайте каждый свой. Я не буду выбирать никакого языка, просто кликну мышкой в пустом месте. И сейчас мы напишем все-таки скрипт. Итак, когда нажат пробел, space это пробел по-английски, мы будем говорить привет. Для того, чтобы все видеть, я, видимо, сделаю его так. Места достаточно. У нас коричневые блоки это события. Когда клавиша пробел нажата, выбираем. И внешность говорить hello. Мы можем даже ничего здесь не менять. Но если очень хочется, можно написать Привет, меня зовут... Ну, например, Даша. Наш персонаж с нами здоровается. И сейчас мы даже можем проверить, как это работает. Мы можем нажать пробел. Сейчас я увеличу сцену. И увидеть результат. По-моему, замечательно. Надеюсь, ты не просто смотришь, но еще и делаешь свой проект. И у тебя почти то же самое, что у меня, но со своими какими-то фантазиями. А мы идем дальше. Нажимаем next. Дальше мы можем поиграть с цветами, как здесь сказано. Поиграть с цветами. Нужно выбрать один или несколько спрайтов новых. Для чего? Для того, чтобы у нас появились предметы одежды. Сделаем это. Выбираем из библиотеки. У нас одевалка, поэтому мы выберем сразу этот раздел. И точно так же, как в пошаговой инструкции, выберем вот эту вот кофточку. И, соответственно, эту. Я буду повторять один к одному. Ну, а ты можешь выбрать еще что-то. Так, отлично. Ну, сейчас мы их просто немножко расставим, чтобы они друг другу не мешали. А дальше будем смотреть. Дальше, что у нас здесь есть в качестве примера для написания скрипта? Скрипт будет такой. У нас шаг. Играем с цветами. И мы можем сделать следующее. Для вот этих вот спрайтов, которые мы только что добавили, написать следующий скрипт. Смотрим внимательно. Выбираем сначала команду «Изменить цвет». Вот она здесь где-то. И у нас как раз этот раздел выбран. Мы его сейчас и посмотрим. Вот он, «Изменить цвет». Change color по-английски. Берем его. Так. И следующий из коричневых, когда спрайт нажат. Из коричневых событий, когда спрайт нажат. Вот так. Вот мы написали этот скрипт. И сейчас мы можем проверить, как он работает. Мы кликаем мышкой по спрайту. И наш спрайт немножечко меняет цвет. Почему он каждый раз меняет цвет на новый? Потому что «Изменить цвет на 25». Мы можем здесь сделать не на 25, а, к примеру, на 10 и поэкспериментировать, а что же у нас получится, если мы меняем цвет на 10. Вот я кликаю, и цвета меняются с небольшим интервалом, с оттенками даже получается. Дальше показано, что мы можем просто поставить этот предмет одежды на нашего персонажа и покликать по нему мышкой, подбирая цвет. А еще здесь показано, что можно нажать на кнопку красного цвета, чтобы цвет вернулся в исходный. Ну что, нажмем «Next». Дальше показано, что мы можем менять стиль одежды. Оказывается, если мы выберем вкладку «Костюмы», то у нас есть вот таких вот два варианта одежды. Но я вижу, если длинные рукава, то я неправильно разместила. Сейчас я сделаю аккуратненько, вот примерно так, чтобы это все попадало на фигуру. Мы это сделали, посмотрели, стиль. И теперь мы можем написать скрипт, чтобы можно было менять стиль костюмов. И здесь предложено это сделать по нажатию на клавишу «С», на букву «С». Но мы и так же и повторим. Выбираем скрипты, когда клавиша «С» нажата, и команда «Next костюм». Вот я еще раз показываю. Здесь по шаговой инструкции, здесь во внешности. Во внешности у нас есть по-русски следующий костюм команда. Вот такая. И сейчас, если я нажму клавишу «С», вот у нас вид нашей одежки меняется. То есть мы можем выбирать ее внешний вид, стиль, а можем также, кликая по ней, напомню, менять цвет. Уже что-то получается. Здорово, правда? И здесь тоже так же написано, что мы можем выбрать любую клавишу, которую мы захотим. И потом эту же клавишу мы будем нажимать для того, чтобы проверить, как наш скрипт работает. Так как мы работаем на сайте, напомню, мы можем быть уверены, что наш проект сохраняется, но, допустим, я хочу сохранить его прямо сейчас, можно нажать прямо здесь, либо можно выбрать файл «Сохранить сейчас». Рекомендую это время от времени делать, потому что все-таки сеть интернет иногда может работать не вполне стабильно, так что лучше это делать сразу. Но для тех, кто работает не в своем аккаунте, это доступно в том случае, если мы работаем в своем аккаунте. Я работаю в своем аккаунте «Волга.ИА». Как зарегистрироваться? Для этого у меня тоже есть отдельный урок. Кто хочет, можно посмотреть. Ссылку я размещу. А тот, кто зарегистрирован, наверняка уже на сайте. Но если вдруг вы работаете не в своем аккаунте, напомню, что файл можно сохранить следующим образом. Файл «Скачать на свой компьютер». И в открывшееся окно, сейчас я вам его покажу, вот это окно, на рабочем столе у вас, скорее всего, есть папка. Если ее нет, можно создать, либо выбрать просто рабочий стол. Мы вводим имя, если не ввели, либо это имя у нас уже есть, мы его вводили. Мы нажимаем на кнопку «Сохранить». И наш проект сохранен сейчас в папке на рабочем столе, либо просто на рабочем столе. Когда мы долго работаем с проектом, еще раз повторю, желательно не забывать его сохранять, чтобы не потерять результаты своего труда. Мы трудимся над проектом уже довольно долго, поэтому я рекомендую немножечко отдохнуть, сделать физкульт-минутку. Сделай гимнастику для глаз или просто потянись, для того, чтобы твой организм отдохнул и пришел в нормальную, трудоспособную форму. А мы продолжим следующие части.